В эфире Бук ТВ итоги недели я Виктория Саченко и корреспонденты информационного отдела расскажут о том, какими событиями была отмечена прошедшая рабочая неделя, что нового и интересного произошло в городе Бресте. Коротко о главном. В мемориале Брестская крепость-герой прошли памятные мероприятия, посвященные 77-й годовщине начала Великой Отечественной войны. Так должно быть и это будет всегда. Будут звучать слова благодарности, будут гореть свечи памяти, а люди будут нести цветы к вечному огню, пламя которого горит в честь солдат войны. Три десятка песен о мире, любви и подвиге. 22 июня в Бресте легендарные артисты российского коллектива Хор Турецкого под управлением маэстро поставили творческую точку в мировом историческом марафоне Песни Победы. Новая рубрика на Бук-ТВ. Брест глазами гостей. Жительница французского Бреста Нелли Прэнк поделилась своими впечатлениями о белорусском Бресте. Об этом и не только. Прямо сейчас. Главное событие уходящей недели – День памяти и скорби. 22 июня – день, о котором знают и который чтит каждый белорус. День, о котором знают и который чтят во всем мире. 77 лет назад немецкие войска напали на Советский Союз. С первых же дней война стала народной. Она сплотила миллионы людей, которые хотели защищать родину от вероломного врага. Чего бы им это ни стоило. Сегодня, спустя более семидесятков лет, общая трагедия сороковых по-прежнему объединяет людей. Людей разных национальностей и возрастов. В подтверждение тому ежегодный митинг-реквием, который проходит в символичном для представителей разных стран месте на территории мемориального комплекса «Брестская крепость. Герой». Это событие, которое действительно оставило и в сердце, и в душе, и в сознании человека такую, знаете, оставило и боль, и такое сознание того, что ну нельзя больше так воевать. Мы думали, что это неделю, ну месяц. А потом все, мы не пустим на это. Оказалось, что четыре года делась война. Четыре долгих года оставили шрамы на сердце Василия Ефимовича Березнева. Беззаботная юность, планы на будущую жизнь, профессию, увлечения раскололись под напором войны. В 16 ему пришлось взять в руки оружие и спустя всего лишь месяц подготовки видеть в прицел автомата не учебную мишень, а настоящего врага. Всему остальному научила война. Она была разной. Конечно, изменился. И изменились многие взгляды, многие оценки. Многое то, что раньше понимал по одному, сейчас по другому. А сейчас ведь информационная война идет. Сейчас только льют всякой грязи, всего вранья, всего искаженного. И в этой вот огромной массе всего надо найти правильный выход, правильную оценку, чтобы не ошибиться. Не ошибиться, как ценно это завещание для современного поколения и как важно относиться к нему с позицией понимания мировых реалий. Когда, используя интернет-пространство, идет глобальное манипулирование пониманием событий Великой Отечественной войны, потомки героев из разных стран бывшего Советского Союза объединяются во имя мира и общей памяти. Мы с Москвы. Мы на 9 мая сюда приезжали. И вообще каждый год на 9 мая куда-то ездим, стараемся с детьми выезжать. На Курской дуге уже были. То есть периодически ездим, чтобы дети помнили нашу историю, не забывали. 22 июня, день начала войны, так связал, нас не разделить. Нет ни русских, нет белорусов, украинцев, казахов, никого нет. Все были солдатами, советскими солдатами. Надо передавать это все дальше, следующее поколение, чтобы помнили и знали. Страшно даже представить, когда люди мирно жили, танцевали, они думали, жизнь только начинается. И вот ночь, и жизнь закончилась. Ну, это страшно. Тяжелый, так сказать, день, если по правде. Если начинать вспоминать, значит, все то, что пришлось пережить на деле, то и до сих пор, так сказать, очень отпечаток на сердце остается, понимаете. Ночь с 21 на 22 июня. Сегодня здесь в качестве исторического экскурса воссоздаются события последних часов мирной жизни, которую в один миг прервет война. Это трагическое событие в жизни большого государства, Советского Союза и, конечно, Республики Беларусь. Но вместе с тем здесь, в этот день, вот в эту ночь, в первые часы войны, было показано нашими воинами мужество, героизм проявлен. И было понятно, что не удастся уже с первых минут, когда гитлеровские оккупанты пришли на нашу землю, что они ее смогут завоевать. Стены крепости хранят тишину, чтобы помнилось каждому вечность жизни подвига и скоротечность судеб тех, кто не сдался врагу. Эти строки я написала несколько лет назад, впервые посетив митинг Рейквем в эту же трагическую ночь. Да, сегодня здесь не полыхают залпы орудий, а тихий бег времени прерывает лишь минута молчания. Кажется, что даже руины плачут по погибшим здесь героям. Количество погибших в крепости в первые дни войны до сих пор до конца неизвестно. Среди первых принявших на себя удар пограничники. Символичная эстафета вдоль границы стала красивым завершением мероприятий, посвященных 77-й годовщине начала войны и столетию образования органов пограничной службы. А цветы, опущенные на водную гладь буга, еще одним подтверждением преемственности поколений и памяти о подвиге. Пограничные войска, как одни из немногих, находятся в постоянной боевой готовности. И эту готовность нужно постоянно поддерживать на должном уровне и совершенствовать свое мастерство. В этом мы видим свою главную задачу, в этом мы видим наш долг перед нашим народом и наш долг перед теми, кто завоевал для нас мирное право сегодня жить, трудиться и служить. До сих пор установить многих погибших не представляется возможным. Сегодня во имя павших у подножия монумента цветы от благодарных потомков и зажженный огонь, как символ вечной памяти поколений. По-особому чувствуется огромная разница между нашими мирными днями и временем военного лихолетия. Особо понимаешь сегодняшнюю цену счастья спокойного летнего утра, за которое 77 лет назад стояли насмерть защитники крепости. Но та война принесла с собой не только смерть, страх, голод и отчаяние. Уже в первые ее дни проявилось небывалое чувство патриотизма и сплоченности советских людей. Время неумолимо бежит вперед, оставляя позади так много важного. Все меньше становится и свидетелей событий той войны, которые, как никто другой, знают, что нужно сказать будущим поколениям. Сегодня их эстафету принимают дети, внуки, правнуки. Здесь погиб мой дед, и мы вот поэтому в первых рядах сюда приехали, попросились, взяли путелочки, приехали. В последний раз я был тут в детстве, школьником еще, жена тоже. Вот и приехали, почти память. Берегите мир, старайтесь укрепить страну, понять, укрепить мир, дружбу между народом. Если будет дружить народы, и не будет войны. А народ дружит. Украинцы, россияне, поляки, латыши, белорусы, израильтяне, австрийцы, чехи были едины. В масштабной сценической постановке 22 июня Брестская крепость принимали участие реконструкторы из 11 стран. Ночь с 21 на 22 июня в Бресте всегда особенная. Тысячи людей не спят, чтобы на рассвете прийти в священную цитадель над Богом и стать участником или свидетелем масштабной постановки. Восстанавливая первые минуты легендарной битвы, организаторы памятной акции ставят перед собой одну единственную цель – показать весь трагизм войны. Как сохраняют память о войне, смотрите прямо сейчас. Каждый год на рассвете 22 июня на Кобринском укреплении Брестской крепости оживает история. Время словно поворачивается вспять и останавливается. От мощных взрывов и громких выстрелов содрогается земля. От увиденного сотни сердец разлетаются на сотни осколков. Как это страшно, как возможно было пережить весь этот ужас. А ведь это было. Режиссерская постановка сражений, повторяющая события раннего июньского утра 41-го, заставляет современников испытать весь кошмар, который пережили наши предки. Сжимаешь сердце и испытываешь огромное буря за эти людские потери. Огромное количество людей погибли и солдаты, и мирных жителей. И очень хотелось бы, чтобы такого больше не повторилось. Комок в горле, и мы не первый раз это смотрим, и не первый раз этот комок. Вы знаете, единственное, что я подумала, стоят ребята, представители юнармии. И девочка лет, наверное, ну 13, ей может быть 14, и она заплакала тоже. И я подумала, что если плачут эти девочки, то, наверное, у нас еще не все потеряно. И мы этим детям передали вот те чувства, которые хотели передать, чтобы они действительно помнили. Слезы так раз наворачиваются. Я уже не первый раз прихожу сюда. И, да, эти чувства каждый раз охватывают меня. Я могу только представить, какой ужас пережили люди в целое время. Как только начались взрывы, было страшно. А если представить, что это все было по-настоящему, действительно было, и это было в разы громче, в разы страшнее. И думаю, это было просто ужас, в общем, страшно. Трагические события 77-летней давности воссозданы до малейших деталей. Немецкая атака крепости – мощнейший обстрел. Нападение захватчиков вмиг обрывает безнадежную жизнь. Далее – самоотверженное противостояние красноармейцев. Конечно, самый трагичный и эмоциональный момент постановки – взятие в плен мирных жителей. Женщики не боюют! Взрывы, выстрелы и повсюду запах пороха. В сценической постановке используют пиротехнические изделия, раритетное оружие, историческую боевую технику. К этому событию реконструкторы готовятся месяцами, работают над каждой деталью, ведь все должно выглядеть в точности, как 77 лет назад. Полная идентичности с реальной историей. Новость добиться благодаря аутентичным образом и основанному на строю реконструкторов. Людям, которые из года в год надевают форму военных лиц, чтобы повторить форму защитников легендарной цитаты Ленадвугом. Это память для наших дедов и прадедов. Я, если честно, у меня сегодня первый реконструкторский бой. Я сегодня в Бресте, это очень знакомо. Я сейчас не могу говорить, у меня слезы уже на глазах. Немецко-фашистские захватчики планировали взять крепость за несколько часов. В результате сражались несколько недель. Вместо легкой победы почти месяц сражений и серьезных потерь. Даже враг был удивлен смелостью и отвагой советских бойцов, их крепостью духом. Именно здесь, на Брестской земле, был заложен первый кирпичик победы. А цитадель над Богом и по сей день дышит подвигом славных защитников. Когда поют музы, пушки молчат. Для известного российского коллектива Хор Турецкого это не просто слова. 22 июня в Бресте легендарные артисты поставили творческую точку в мировом историческом марафоне песни Победы. Этот уникальный музыкальный проект – послание миру от России. За 10 дней Хор Турецкого проехал с концертами Париж, Любляну, Вену, Берлин и Минск. Представили проект в Москве, Тель-Авиве и Нью-Йорке. И вот впервые в городском парке города над Богом под открытым небом прозвучали почти три десятка песен о мире, любви и подвиге, став не только знаменательным событием для города, но и в очередной раз доказав – для творчества нет границ, а для братских народов нет ничего важнее мира и добрососедства. С известной маэстро и его коллективом несколько незабываемых часов провела наш корреспондент Ирина Альшова. Брест в полном составе известный российский коллектив Хор Турецкого прибыл впервые, чтобы 22 июня провести концерт – дань памяти бессмертному подвигу советского народа. Бессмертному и легендарному, как сама цитадель Брестской крепости. Это священное место стало первой и единственной точкой, которую посетили артисты в городе над Богом. Нам удалось пообщаться с солистами Хора Турецкого и записать эксклюзивное интервью. Вместе с музыкантами наша съемочная группа окунулась в атмосферу военного времени и трагических событий июня 41-го. Большая часть коллектива в крепости впервые, но некоторые из артистов уже бывали здесь, и поэтому возвращение сюда считают знаковым событием. С каждым разом, посещая Брестскую крепость, я продолжаю добирать ощущения, то есть это мозаика, что-то новое всегда открывается. Брестская крепость живет и меняется в любом случае, видоизменяется. Исторические факты, историческая информация вновь входит и входит, потому что еще не все известно досконально, многие факты открываются. Сейчас история расширяется, буду приезжать и приезжать по мере возможности. Экскурс в героическое прошлое легендарной Брестской крепости произвел на артистов неизгладимое впечатление. Многие из них так или иначе связаны с нашей страной. Например, Евгений Кульмис, обладатель уникального баса Профунда, служил в Гродно, а родители Михаила Турецкого родились в Минской области. Для коллектива посещение цитадели и возложение цветов к вечному огню стало своего рода энергетической подпиткой перед концертом. Нам не нужна победа такой ценой. Мы должны не допустить войну. Самая высшая ценность – это мирное небо над головой. И сегодня Россия, Евросоюз, Китайская народная республика, Казахстан, и я не побоюсь этого слова, Соединенные Штаты Америки, должны объединяться для того, чтобы сохранить наш хрупкий мир, нашу хрупкую планету. Мы хотим показать этой финальной точке, Брестовой точкой, насколько мир един, цикличен, насколько все взаимосвязано, что мы не хотим повторять ошибки, не хотим новых войн такой ценой. И хотим мира, и ни в коем случае быть достойными, достойными тех поколений. И все-таки в созидательном русле двигаться, жить, любить, творить добро. А после экскурсии был концерт яркий и эмоциональный. Он собрал под сводами театра эстрады в городском парке сотни брещан. Музыкальный проект «Песни Победы» проходит при поддержке правительства Москвы. И хор турецкого объездил с концертами столицы восьми стран, чтобы поставить финальную точку в приграничном Бресте. Это акция мира, добра и дружбы. Это проект памяти. Песня «Песни Победы» Главная особенность проекта «Песни Победы» – выступление под открытым небом, чтобы как можно больше зрителей могли послушать песни военных лет. И Брест не стал исключением. Каждая композиция в исполнении хора турецкого и женской арт-группы «Сопрано», которой также руководит Михаил Турецкий, вызывала активный отклик у брещан. «Песни Победы» Живые и уникальные голоса музыкантов хора турецкого возвращали слушатели в прошлое, напоминали о страшных днях войны и цене победы. Мы были на территории Брестской крепости со всей своей командой, и нас пронизывало необыкновенное чувство, которое здесь воссоздано. Атмосфера потрясающая, именно такая, которая должна быть в 21 веке, для того, чтобы многие поколения людей, которые дальше будут жить на этой планете, видели и помнили, и чувствовали, что такое Великая Отечественная война, что происходило здесь в первые дни войны. И, вы знаете, именно здесь мы с вами понимаем суть песни, хотят ли русские войны. Главный лейтмотив проекта «Песни Победы» – жизнь утверждающей, когда поют музы, пушки молчат. Поэтому встреча с уникальными голосами и живым звуком хора турецкого у брещан не последняя. Своим искусством легендарный коллектив порадует нас в будущем году. С Александром Степановичем уже поставили, руки пожали. Он сказал, тысячелетие для нас очень важно. Город должен войти в мировое наследие ЮНЕСКО, Брест. Мы будем его к этому двигать. Это я ему так предлагаю сейчас. Потому что Брест – это особое место, я это сегодня чувствую. И, вы знаете, я хочу вас поблагодарить, друзья, за то, что город ваш, украшение сегодня Белорусской Республики и Республики Беларусь. Город выглядит прекрасно. Прекрасные дороги, прекрасные фасады зданий и люди. И спасибо за вашу работу. Я считаю, что мы приедем на тысячелетие и будем здесь петь. Ну, может быть, другие песни. Ирина Альшева, Павел Малошонок, Дмитрий Лазарчук. Специально для итогового выпуска «Бук.Информ». Вы смотрите итоги недели на Бук.ТВ. Продолжаем выпуск. Минувшая рабочая неделя была богатой на события и информационные поводы. Брест проводил памятные мероприятия и принимал многочисленных гостей. Сразу несколько встреч состоялось в областном исполнительном комитете. В начале семидневки рабочие вопросы обсуждали с союзной парламентарии в рамках 54-й сессии. Затем с официальным визитом в Брест приехал первый чрезвычайный полномочный посол Узбекистана в Беларуси Насирджан Юзубов. В середине недели было отмечено чествованием победителей конкурса профмастерства WorldSkills Беларусь 2018 и педагогов, их подготовивших. Подробности в следующем материале выпуска. Визит союзных парламентариев на Брещину начался с мемориала «Брестская крепость-герой Беларуси». Россия сообща занимаются вопросами сохранения наследия. Но это не единственное направление взаимодействия. Большое значение имеет торгово-экономическое сотрудничество, в том числе и на уровне регионов. Приветствуя участников сессии, руководитель области Анатолий Лис отметил, что Россия была и остается одним из главных внешнеторговых партнеров Брещины. Мы стремимся к активному взаимовыгодному сотрудничеству с Российской Федерацией на всех уровнях. На сегодняшний день областью налажено торгово-экономическое сотрудничество с 80 субъектами Российской Федерации. Заключены соглашения о долгосрочном сотрудничестве с 25 регионами Российской Федерации. Наблюдается положительная динамика роста внешнеторгового оборота области с регионом Российской Федерации. Так, одну цифру назову, за 17 январь, апрель текущего года внешнеторговый оборот составил 2,8 миллиарда долларов. Укреплению положительных тенденций должно поспособствовать сближение законодательств Белоруссии и России, при том как для физических частных лиц, так и для субъектов хозяйствования. Процесс этот и оказался в центре внимания союзных парламентариев, участников 54-й сессии. Надо сказать, что в этом плане очень многое сделано с дня образования союзного государства. Но вместе с тем комиссии наши выявили и очень много пробелов, нестыковок, нерешенных вопросов. Поэтому комиссиями выработаны рекомендации, по которым мы сейчас будем работать. Ну какие это вопросы? Это прежде всего сфера торгово-экономических отношений. Ведь на сегодняшний день вы знаете, что у нас не все сделано в плане проведения согласованной промышленной политики. Надо нам больше и активнее работать в плане реализации кооперационных связей между нашими предприятиями. Потому что это выгодно всем. И Российской Федерации, и Республике Беларусь. Это в конце концов рабочие места, это пополнение бюджета, это заработная плата наших людей. Необходимо выходить на новые формы контроля. И вообще говоря о контроле, скорее всего мы этому будем придавать особое значение. Потому что, как мы видим из выступления наших коллег, вопросы контроля, они все более становятся актуальными. И от этого зависит результат. Поэтому договорились, чтобы у нас в повестке, а это соответствует нормам регламента, была реализована такая форма, как заслушивание представителей правительства, союзного государства по актуальным вопросам, которые волнуют граждан наших стран и требуют рассмотрения именно в рамках такого формата. Наладить диалог дружеский и деловой с этой целью Брещену на текущей неделе посетил и первый чрезвычайный полномочный посол Узбекистана в Беларуси Насержан Юсупов. В рамках поездки дипломат встретился с руководителями области и города, побывал на ведущих предприятиях региона. К слову, внешнеторговый оборот Брестской области и Узбекистана демонстрирует уверенный рост. По итогам 2017 года внешнеторговый оборот Брестской области и Республики Узбекистан составил почти 12 миллионов долларов США. Значит, мы его значительно нарастили, ну так как и Республика, и Республика Беларусь значительно увеличила где-то на 160 процентов к уровню 2016 года. Мы на 150, на 146 процентов, но считаем, что все-таки это не тот показатель, он может быть значительно выше, так как у нас есть заинтересованность тех товаров, которые производятся в Республике Узбекистан, а мы заинтересованы в том, чтобы, значит, поставлять тоже свою продукцию на рынок Узбекистана. Сегодня важно наладить прямой контакт. Многие предприятия работают через посредников, возможно, установлением связей, поиском партнеров и покупателей. стороны займутся уже в ближайшее время в рамках двусторонних визитов. Также на текущей неделе в обл. исполкоме чествовали команду региона, занявшую третье общекомандное место на третьем республиканском конкурсе профессионального мастерства WorldSkills Беларусь-2018. Состязания проходят среди юношей и девушек, получающих профессионально-техническое образование. Не только конкурс для них, а конкурс и для нас весьма важен, потому что это на самом деле лучшие молодые в будущем профессионалы, за которыми стоит развитие нашего всего государства. Ведь самое главное – необходимо быть профессионалом в чем-то конкретном, в собственном деле. Они уже это доказали. Сегодня будущие рабочие и служащие продолжают постигать тонкости выбранной профессии. Но уже завтра они придут на свои первые рабочие места, чтобы на деле показать, чего они стоят и на что способны. Анастасия Островко, Андрей Ищерба, Эдуард Бакунович, Дмитрий Лазарчук. Специально для итоговой программы. В Торжественная церемония открытия очередного административного здания состоялась на текущей неделе в городе над Бугом. На новой площади переехала областная прокуратура. Важное событие произошло в преддверии двух знаковых дат – Дня памяти и скорби, а также профессионального праздника прокурорских работников. Побывала на мероприятии и съемочная группа телекомпании Буг-ТВ. Подробности у Анастасии Стропко. Новостройка появилась на пересечении улиц Гоголя и Фомина. Здание необычной формы приятного коричневого цвета привлекало внимание горожан еще на этапе строительства. Сегодня сюда уже переехали работники прокуратуры области. На страже верховенства права, законности и правопорядка, защите прав и законных интересов граждан и организации, а также общественных и государственных интересов здесь будут стоять без малого 100 человек. «То, что мы сегодня увидели, здание, помещение, условия, в которых будет работать прокурор Брестской области, это, конечно, неописуемо. Трудно даже выразить эмоции. Хотелось бы пожелать прокурорам Брестской области удачи, хорошего карьерного роста в таком помещении. Вы должны понимать, в таких условиях с вас будет особый спрос». В торжественной церемонии открытия приняли участие главы Следственного комитета и прокуратуры региона и города над Бугом представители правоохранительного блока и духовенства, а также зарубежные гости. Все они желали новоселам плодотворной работы на новом месте. «Сегодня знаменательный действительно день не только у работников прокуратуры Брестской области, но и всех нас, жителей города Бреста и Брестской области. Когда возится объект, тем более такой объект, серьезный, красивый, функциональный, это действительно праздник». Красная лента перерезана. Продолжение праздничное мероприятие получила в новом актовом зале. Здесь были вручены награды лучшим прокурорским работникам области. Грамотами и благодарностями отметили строителей и проектировщиков здания. «Я надеюсь, что в этом здании, в новом здании, таких поощренных, в 19-м году будет еще больше. Удачи вам, здоровья, успехов». В старом здании областной прокуратуры на Карла Маркса будут трудиться прокуроры Бреста и района, а также Брестская транспортная прокуратура. Анастасия Стропкоеда, Артбакунович Дмитрий Лазарчук. Специально для итоговой программы. Его называют городом света, цветов и добрых людей. Между тем Брест всегда разный. Он удивляет, вдохновляет, впечатляет, побуждает возвращаться вновь и вновь. Благодаря общему труду жителей пограничный и гостеприимный город продолжает сохранять статус зеленого, чистого, благоустроенного, древнего и в то же время такого молодого. К нам всегда с радостью приезжают гости из многих стран. Брест уже давно стал знаковым местом для зарубежных туристов. Тем не менее, его потенциал не исчерпан. Сегодня мы открываем новую рубрику «Брест глазами гостей». Каким видят город над Бугом туристы, чем восхищаются и на что особенно обращают внимание, расскажем прямо сейчас. Женщина элегантного возраста, в прошлом педагог, а сегодня активная и энергичная пенсионерка, приехала погостить и познакомиться с жизнью белоруса в рамках инициированного несколько лет назад проекта «От Бреста к Бресту». В ходе которого активная группа «Брещан» уже успела побывать в 12 городах – польском, чешском, кубанском, македонском, французском, Брестах. Ответный визит состоялся в рамках народной дипломатии по приглашению фото журналиста Ирины Шепелевича и артиста Федора Мозыря. «Город чистые жители, когда смотришь на них, впечатление, что они счастливы. Я не говорю по-русски, но когда я нахожусь здесь, у меня настолько сильное ощущение того, что я как у себя дома. Хочется отметить у вас свободу и безопасность жизни. Молодежь свободно гуляет по улицам, дети купаются в фонтанах. Пространство, широта улиц, много зелени, везде чувство свободы. Особенно я это ощутила, находясь в минувшую субботу на встрече господина мэра с общественностью города. Люди открыто говорят о проблемах, обсуждают их, каждый имеет право свободно выражать свое мнение». Туристка из французского Бреста оценила высокий уровень благоустройства, безопасности, качества жизни, радушное отношение горожан к туристам. Также она побывала на личном приеме у мэра города. «Было очень приятно, это большая честь, что мэр города принял меня лично. Столько теплоты, настолько он был любезен. Мэр пригласил меня в следующем году отпраздновать тысячелетия города вместе с горожанами. Для меня это большая честь». Виктория Сащенко, Григорий Пекарский, Дмитрий Лазарчук. Итоги недели. В дальнейшем корреспонденты БУК-ТВ продолжат вас знакомить с интересными гостями областного центра, которые поделятся своими впечатлениями о нашем городе в рубрике «Брест» и «Глазами гостей». Будет немало открытий и откровений. Уважаемые брещане и гости города. 24 июня в городе над Бугом пройдет День молодежи. В рамках праздника мероприятия пройдут на двух площадках. Площадь Ленина, а также улица Набережная Франциска Скорины, площадка у причала. На первой локации праздничное мероприятие начнется в 11.00 и будет сопровождаться выставкой ретроавтомобилей и железных участников джип-триала. Общее количество – около 20 единиц техники. Параллельно компании «Фрост» будут организованы выставки, игры, конкурсы, посвященные Дню молодежи. На набережной в 17.00 праздник откроется молодежным арт-парадом лучших творческих коллективов Бреста. Творческий центр «Арт Пиппер», творческая студия «Моголив», студия современного танца «Мэй» и многие другие. Главным хедлайнером фестиваля в этом году станет группа «Провокация». Одновременно рядом со сценой будут работать интерактивные экспозиции и площадки. Выставка от клуба любителей ретроавтомобилей «Адам» и мототехники от внедорожного клуба «Цитадель». В программе также ожидается показательное выступление кинологической службы Департамента охраны, выступление пожарных нарядов Брестского областного управления МЧС и выставка спасательного и пожарного оборудования. Брестский городской комитет общественного объединения «Белорусский республиканский союз молодежи» приглашает всех желающих принять участие в праздничных мероприятиях. Это были итоги недели на БУК-ТВ. Смотрите нас в эфире в 19.40, 22.50, утром в 7.15 и на нашем канале в YouTube. Если возникли вопросы, которые не удается решить самостоятельно, если есть интересные события и факты, о которых вы хотите рассказать, звоните на горячую линию по номеру в Бресте 54-63-67. Мы вас услышим. Я, Виктория Саченко, с вами прощаюсь. Пусть новости в ваших домах будут только добрыми. 24 июня республика будет находиться под влиянием атмосферных фронтов и прохладной, неустойчивой воздушной массы. В Бресте пройдут дожди. В дневные часы местами прогремят грозы. Ветер западный, умеренный, при грозах порывистый. Температура воздуха минимальная ночью плюс 10-12, максимальная днем 18 градусов. 25 июня Беларусь будет оставаться в прохладной, неустойчивой воздушной массе, поступающей со Скандинавии. В Бресте предполагается облачная без осадков погода. Ветер юго-западный, умеренный. Не более 11 градусов температура воздуха в ночные часы и до 18 прогреется воздух в течение дня. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова